Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. Наконец-то, наконец-то, друзья, у меня появилась, короче, эта игруха, вот. И мы, так сказать, разбавим немножечко прохождение вора исследованиями зоны, вот. Чистое Небо это приквел, короче, предыстория к Теням Чернобыля. Вот, это действие игры будет происходить за, я так понял, за несколько лет, что ли, до действий Теней Чернобыля. Вот, Тень Чернобыля мы не так давно, кстати, прошли на канале. Вот, кому интересно, есть прохождение на самом канале, также я ссылочку на плейлист оставлю в описании. Вот, заходите, смотрите, кто не видел, там, в принципе, атмосферно, интересно и местами смешно, вот. Вот, саму Чистое Небо я, в принципе, не играл, вот, с трилогией из этой всей, короче, я играл только в Тень Чернобыля. Вот, и то не до конца, и вот до конца я прошел недавно в прохождении, да, для канала, вот. Вот, Чистое Небо и Зов Припяти, по-моему, называется, я вообще не играл, как-то вот стороной обошел. Поэтому будем играть все равно на мастере, вот, ощутим весь хардкор, всю атмосферу зоны, всю ее злобность, так сказать, вот. Ну и наливаем себе чай, короче, горячий, сладкий, вкусный, берем печенек побольше и начинаем. Кстати, я совершенно не вижу причины волноваться. Согласно результатам наших исследований, следующий выброс произойдет не раньше, чем через два месяца и четыре дня, плюс-минус семь часов. Интенсивность его составит три балла по шкале Бергмана, чтоб две целых тринадцать сотых. Продолжение следует... Продолжение следует... Опуская подробности, скажу, что ничего подобного я ранее не видел. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы. Однако показатели остальных функций организма просто отличны. Парадокс. Считаете, это связано с выбросом? Вне всякого сомнения. Впрочем, я пока не могу найти этому рационального объяснения. Кажется, он начинает приходить в себя. Очнулся? Это хорошо. Мы очнулись. Очнулись в какой-то берлоге. Ну, как и в тени Акчернобыля. С возвращением на этот свет, сталкер. Как самочувствие? Голова разламывается. В глазах круги плывет все елки. Помню, что с тобой произошло. Так, помню, что вел экспедицию ученых в сторону болот. Потом, потом был выброс. Так, потом все. Я это в раю или в аду? Или это в чистилище так на зону похоже? Шутишь? Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальной группой отвечаю здесь за все и за всех. И за тебя, кстати, пока ты тут. Себя мы называем Чистое Небо. Сейчас ты на нашей базе. Ребята подобрали тебя на болотах после выброса. Вот, как повезло мне, значит. Ха, не думаю. Вот факты. Ты выжил после выброса. Это первое, что я никак не могу объяснить. Второе. Наш патруль наткнулся на тебя на болото. А это бесконечные топи. Мы в тропках и сами не всегда уверены. И третье. Тебя едва не растерзала стая псевдо-собак. Ребята подоспели ее в самый последний момент. Эта цепь событий непростое везение. Ладно, прервемся на время. Приходи в себя, а мне нужно закончить работу. Вот так. Многоточие. Окей. Мы очнулись, короче. А, ну давай. Мы очнулись, короче, с вами, как и в Тенях Чернобыля, в какой-то берлоге. В прошлый раз мы у кого? У Сидоровича, да, очнулись. А тут мы очнулись у Лебедева. Вот. У Лебедева в чистом небе, так сказать, где-то у кого-то как-то. Вот. Мы... Так, у меня есть фонарик. Миру чистое небо. Окей. Тут у нас биос. Это что за агрегат? Какой-то... Как, знаешь, как у стоматолога какая-то хрень. Так, ладно. Давайте-ка с вами так тапки. Прохождение будет, короче, не спешное. Ну, в принципе, как всегда так. Давайте посмотрим, что у нас вообще имеется. Это у нас КПК. Ага. Пообщаться с барменом. Распросить бармена про базу чистого неба. Так, окей. Война группировок. Нет ничего. Статистика у нас тоже пока пустая. Ну, тут что-то... Короче. Враги-враги. Ладно, разберёмся. Так, и история сообщения. Это, по-видимому, короче, цель. Механик. Какой же, например, гадюка. Важный, важный, важный персонаж. Окей. Ещё один важный персонаж. Проводник. Торговец. Это что? Чистое небо. Понятно. Ренегаты. Мутанты. Да, красные. Это враги, получается. Окей. Карта... Ну, ладно. Это мы будем разбираться позже. Что у нас вообще есть? У нас есть, прикинь, АКМ-74-2. Окей. Автомат образца 1974 года под патрон 5,45 на 39 мм. Представляется, а вы простое и надёжное оружие, хотя дешевизна производства несколько отрицательно сказались на приемистости. Приемистость и точность боя. В зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. Для снаряжения используются боеприпасы калибра. Понятно. Так, у нас есть, короче, калаш. Вот, кожаная куртка, обычная одежда начинающего сталкера, не спасает носителей ни от пули, ни от аномалий, но удобно в ношении. Содержит встроенный контейнер для артефактов. И 200 рубасов у нас есть. Играем мы за наёмника шрама, короче. Окей, за наёмников мы ещё не играли. И 7 часов утра. Так, ладно. Погнали. Прохождение, ещё раз говорю, будет неспешное. Будем ходить, исследовать, смотреть. Вот, в принципе, я так предполагаю. Смотри, горелка. В принципе, я так предполагаю. Это что такое? Это тень через... Тень монитора. Окей. В принципе, я предполагаю, в серии некоторые будут без, знаешь, там, экшена. Будем ходить, разговаривать, смотреть. Вот. Поэтому. Будем чисто наслаждаться атмосферой. Будем чисто наслаждаться атмосферой. Окей. Там народу целая куча сидят у костра. По-любому на гитарке там играет. Они будто, наверное, балаболят, как обычно, да? Военная такая сеточка-то. Так. Как не спуститься? Мне нужно к бармену. Но перед этим давайте как-то... Так, погоди. Там чувак что-то сидит. Что за грустнуто? Что за грустнуто? Иоси телик. Что за грустнуто? Мужики уже третие или четвертые... Сутки почти без сна. Дай мне отдохнуть, ага. Ага. Ага, ага. Много поговорили. Окей. Так, карта. Камин. Что у нас тут? Часы правильно идут? Часы по времени? 7.17. Ни хрена у вас часы стоят. Так, счетчик. Ага. И лебеди. Ух ты, ни хера себе. Какая рожа. Что не рожа, то Сережа. Так. Что здесь у нас? Компьютеры. Рад видеть вас, молодой человек. Вижу вам уже значительно лучше. А то. Так, профессор Каланча. Я перевитал в зоне разных людей. Одни идут сюда за своей мечтой, другие за чудесами зоны, третьи просто за хабаром. Почему чистое небо изучает зоны? Люди ошибаются, полагая, что понимают суть зоны. Одни считают ее вселенским злом, другие чудом, неспосланным человечеству. Для третьих это банальный источник обогащения. Но все они ошибаются. Через призму человеческого восприятия зону понять невозможно. Более того, это область, куда людям вообще рано вторгаться. Поэтому действия как официальных властей, так и сталкеров по отношению к зоне ошибочны. И боюсь, их последствия могут быть... Собственно, они уже имеются. Причем с таким вектором и потенциалом развития, предсказать которое невозможно. А это очень опасно. Так что же такое зона? Если бы я знал ответ на этот вопрос. Мы уже давно и тщательно изучаем зону в поисках ответа на него. Зона появилась в результате, скажем так, ошибочных действий человека. И мы уже не в силах вернуть все в исходное состояние. Зону невозможно уничтожить. А сама по себе она никуда не исчезнет. Мы, чистое небо, уверены в том, что есть только один возможный вариант сосуществования человека и зоны. Так почему так лихорадит зону? Что вы знаете об этом? Я не могу объяснить попроще. Смотрите. Любая сложная система в природе, в том числе и зона, при отсутствии внешних воздействий самопроизвольно стремится обрести равновесие. Так происходило и здесь. Зона сохраняла стабильность в течение нескольких последних лет. Ни одного серьезного отклонения от средних параметров не было. А что мы имеем в данный момент? Гигантской мощности выброс перекроил всю зону. Система перешла в нестабильное состояние. Это перекос. Если хотите сбой. Зону лихорадит. Каждый новый выброс все больше накачивает ее энергией. Данные на моих приборах сменяются с сумасшедшей скоростью. Если эту ситуацию не переломить, все закончится катастрофой, даже более ужасной, чем в 1986 году. И самое главное, данный сбой в зоне возник не сам по себе. Говорю вам, это дело рук человека. Знать бы еще чьих именно. Это мы и пытаемся выяснить, кто и каким образом вызвал подобное нарушение внутреннего баланса зоны. Возможно, это даст нам шанс предотвратить катастрофу. Разве это в человеческих силах? Если к такой нестабильности привели действие человека, то именно человек может оказаться способен выправить ситуацию. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. А как именно? В чем суть этого плана спасения? Боюсь, что ответ на этот вопрос вне моих полномочий. Обратитесь к лебедю. Что ж, если это все, то я, пожалуй, займусь своей работой. Давай. Тогда пока. Окей. Что еще? Так. Схема БМ. Ага. Так, 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 так. Что мы здесь имеем у вас? Ни черта. Так. Расписание смен. Ладно. Давайте побегаем вот здесь по лагерю. Посмотрим, что еще здесь можно посмотреть, что можно найти. Так. Вижу чувака. Заблуждает. Ле, смотри, какая у него двухстволочка. Крутяк, 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 да? Это покруче, чем, помните, был обрез такой, да? Друг сольный. Что ждать? Так, ладно. Витя Опер. Чего тебе? Минута назад благодать никого не видать, и тут здрасте. Ты притаскиваешься. Очень я, понимаешь, рад этому факту. Что нового в зоне? Да неспокойные вести что-то после выброса. Несколько дней после него затишье было, а теперь уже видно, что за ними буря идет. Группировки сейчас воевать начнут, причем по-серьезному. Нам тоже придется. Только если те из-за передела территории собачатся, то нас совсем другое интересует. Что ты здесь делаешь? Я в чистое небо случайно попал. Вытащили меня парни из трясина в свое время. Привели на базу, послушал Лебедева. Думаю, вот толковый мужик. Знает о зоне такие вещи, которые вообще не каждые мозги осмыслить способны. И целью у неба правильные. Вот я в него и вступил. Теперь помогаю в меру своих скромных возможностей. Так, расскажи мне об этом месте. Болото, а заповедник для подозрительных личностей разного толка. Кого тут только нет. И тебе случайно одиночки, и те, кого за что-то погнали из группировки. А то вон иногда бандиты захаживают на огонек погреться. Ну и мы всех встречаем, привечаем. Кого хлебом, солью, кого просто солью, а кого и с венцом. Окей, что нового? Я не слегка ни о чем. И кучкой маемся, туда пойти, там понаблюдать. Одна радость, что не зря все. Эй, ладно, что-то поторговать нужно. Ладно, поторговать ничего не надо, потому что у меня 200 рубасов всего. И это ладно. Там на гитаре бахают, бахают на гитаре. Окей. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе. Где, где, где? У кого? Я думал, на гитаре бахают. на гитаре бахают, бахают на гитаре. Давай. Что, я все пропустил, что ли? О, давай. В смысле? Там другие играют? Как ты играешь? Как это? Что за мистика? Давай, давай, бац. Смотри, они в масках все, как будто у них тоже коронавирус. Ха-ха. 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 Ацой, я можешь? Цой, Цой, Цой. Берем, ты тут. Вкус вам колбасы достал. Ха-ха. Красавчик, красавчик. Ничего не скажешь. Красавчик. Мастер. 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 Мастер своего дела. Пускай играет. Чего кончать. Так. Окей. Шашки. Угу. Ладно, давайте-ка. Так. Давайте-ка сюда заглянем, что здесь. Чего сидишь грустишь? Ага, благодать всякая херня. Короче, понятно, все то же самое. Возвращение, друг. Опа. Видал бы ты свою рожу. Пледный. Краши в гроб кладут. Так, слушай меня. Иди в бар, причем срочно. Возвращение, друг. Там тебя поправят. Окей. Так, есть что-то для меня. Извини, но тебе, конечно, выгодно выдать награду. Понятно. Так. У этого чувака надо будет награду брать какую-то. Какую-то награду. Ладно, погнали в бар. Все гонят меня в бар, короче. Давайте посмотрим, что там в баре нам скажут. И у нас, собственно, это основное задание сейчас. Леха мне вот эти вот двустволочки, а еще у них в руке. А кто ж такой хочу? Чисто охотник, чисто охотник такой. Так, ну чисто небо. Здорово. Здорово. Как насчет выпить, закусить? Да, нормуль. Давай наливай. Вот и стало быть какой. Ты пока в отмечке лежал, легендой стал на базе. Уж и напридумывал ли я тебе всякого? Ну ладно, потом и счастливцу стаканчик за счет заведения. Так что давай, излагай, а то я уже извелся весь от любопытства. Нормульно такое. Вот всегда будут таких барменов, знаешь, просто защита заведения. На тебе просто. Да рассказать там почти нечего. Группу ученых ввел по болотам, потом выбросом на крыло. Дальше ничего не помню. Очнулся уже здесь у вас. Так что это ты рассказывай, что и как. Пей и слушай. Раньше тут куда спокойнее. Трубки схожи. Места нужные разведаны. Подходы пристрелены. Конечно, болото это тебе и не курорт со смазливыми бобенками. Но жизнь была ничего. А как шандарахнул выброс тот последний, самый серьезный. Так тут вся спокойная жизнь не клачилась. Ребята на каждый выход идут. Богу и черту молятся, чтобы не уносить. Но народ у нас скремель. И за хабар голову подставляет. А за дело свое. Так что держимся пока. И как тебе сюда занесло? Трубки как-то собирал. Одна за одной. Одна за одной. Так и дошел до этого места. Шучу я старец. Понимаешь, нашлось мне место в том мире. Давила меня жизнь. Давила. Сюда и вы завязали. Сперва в зону, а потом я к чистому небу прибился. Тут люди нормальные. Тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут. Я им накапаю малость. Пошучу с ними. Когда прилично. Когда не очень. Их не отпустят. Видишь, как просто все. Кстати, кличут меня холодно. Нормально так, знаешь, он заливает, да? Такой чисто, как романтик. Душевно. Даже не романтик. Душевно, да. Я считаю, такую мелодию вообще просто. Так, а вот это место. Ты хоть приблизительно скажи, где мы. Если приблизительно, то на нашей базе. Как видишь, скромный. Потому как наполовину уже утопший кутер. Посреди романтических, бескрайних болот. Какой именно их части, я уж и сам не скажу. Но, это последнее. Слышите? Последнее место в зоне, где можно встретить настоящих людей. Непродажных, понимаешь? Таких, которые в спину не выстрелят. Я в сечке последней поделюсь. Вот так. Сколько в зону хожу, никогда не слышал о чистом небе. Как у вас тут все устроено? Знаешь, почему не слышал? Потому что слишком многие хотели бы слышать его. А чем меньше народу она знает, это все спокойнее. Главное у нас лебеди. Глыбы они. На нем считают все и держатся. Потом Каланча наш. Профессор Каланча. Головастый мужик. Знает о зоне столько. Ну, знает в общем. Еще есть Новиков, техник. Этот. Из консервной банки пулемет сделать может. И патронов к нему 20 рублей. Эх, собчастей бы ему только побольше. Ну и сусло. Он хоть и торговец, но не торгаш, не шлоп. Он знает, как сталкер свою копейку набывает. И сталкер оценит. Закругляйтесь разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот. Лебедев сказал надо. Боец ответил есть. Так что давай, брат. Раз уж Лебедев тебя ждет. Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Окей, спасибо, брат. Короче, спасибо тебе за... Какие лебеди на нашем болоте? Спасибо тебе за стопочку. Так. Что там Лебедев нас зовет, да? Так, Лебедев, Лебедев. А где у нас Лебедев? Там, где грустный чувак сидит после суток. Окей. А где он там сидит? Сидит он у нас, значит, вот здесь. Окей. Ну и рожа, да? Ну и рожа. Так, документики. Нет, нельзя почтать. Кюросин ноутбук. Крутяк. Вот такую вот хрень мы не видели, кстати, с вами. Да? Это какие-то новые. Не дай бог там встретить такую здесь на болотах. Так. Вот здесь чё? Упачу башмачки, башмачки. Это чё, пистолетку? Смотри, пистолетка в буре. Нормуль. Так, ладно, чё там, Лебедев? Лебедев, Лебедев. Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Итак, ты находишься на территории базы чистого неба. Не пытайся вспомнить, ты не мог слышать о нас, и это хорошо. Наша миссия – исследование зоны. Мы считаем, что зону нужно тщательно изучить, чтобы понять, с чем столкнулось человечество. Именно в понимании находится ключ к тому, чтобы человек нашёл способ сосуществовать зоной. Ведь если разобраться, зона самая удивительная из того, с чем мы сталкивались за всю свою историю. Почему вы выстреваетесь? Я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны, установить причины её появления, сформулировать законы, по которым она существует. Мы не думаем об обогащении, не ищем поля артефактов, не пытаемся выяснять отношения с другими группировками. Именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях. Мы сильны не боевыми навыками, а знаниями. Знаниями о зоне, которые мы накопили за многие месяцы исследований. Сегодня мы знаем о ней гораздо больше, чем сталкеры и официальные власти вместе взятые. Всё складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. И что в нём такого необычного? Ведь раньше были выбросы. Нет, этот выброс был феноменальной силой. Так сказать, вне категории. Настоящий ураган, который проутюжил всю зону и перекроил её. Изменилось всё. Разведанные и относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями. Зато появился доступ к местам, которые оставались закрытыми годами. Даже самые матёрые сталкеры уже не уверены, какая аномалия ждёт их по дороге. Или на какую тварь они там нарвутся. А ещё в зоне изменились люди. Как-то сразу, мгновенно. Выброс не только изменил карту зоны, но и разрушил баланс между группировками. Началась война за контроль над территориями. В общем, много произошло странных вещей и я пока не могу до конца понять степень этих изменений. Впрочем, после выброса прошло всего несколько дней. Но самое странное, то что тебе удалось после этого выброса выжить. Знал бы как я выжил, обязательно бы рассказал, но я ничего не понял. Чем я могу тебе помочь? Уйди хочу. Потрепать меня потрепало, но руки-ноги-то целы. Как вообще выбраться отсюда? Выбраться отсюда очень непросто. Болото – это лабиринт из камышей, в другом радиоактивные топи, в которых полно разных тварей и человеческого отребья. Даже не знаю, кто из них страшнее. Вывести тебя отсюда могут только проводники. Их у нас всего несколько, и этим людям я полностью доверяю. Но сейчас ситуация сложная. Если я тебя отпущу, то информация о нас перестанет быть тайной. К чему ты клонишь? Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. Выброс ослабил аномальную активность на болотах, и сюда набежало столько бандитов и прочего дерьма, что, глядишь, завтра с утра их лагерь будет прямо у нас под носом. Мы бойцы не очень, поэтому пока сдаем позицию за позицией. А вот ты другое дело. Ты спец. Это сразу видно. Твой опыт может сохранить жизнь многими знаешьами. Все, хватит разговоров. Случилось еще одно нападение на форпост. Помоги отбить его. Там сейчас, между прочим, кое-кто из тех ребят, что тебя нашли. Еще не забыл, как выживать в зоне? Ну, смутно припоминаю. Тогда быстро к торговцу. У него получишь минимальный комплект снаряжения и давай сразу к форпосту. Как выйдешь за территорию базы, прислушивайся к моим советам. Так, понял, принял. Окей, понял, принял. Сануслав, сейчас у тебя будет боец. Выдай ему все необходимое для задания. Принято. Наемник, поторопись. Все, 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 погнал, погнал. Все, погнал, погнал. Окей. Так, а, Суслов, Суслов, Суслов. Это у нас тот чувак, который там награду, да, выдает, получается? Окей. Сейчас мы к нему наведаемся. С возвращением, друг. Наконец-то. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий. Так, обрез. Спасибо. Слушай, у вас тут что, постоянно такие напряги? Слушай, у меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. Угу, крованул. Так. Вот молодец, живой пришел. Рад тебя видеть. В смысле? Так, окей. А, у нас есть, смотри, дробовик, блях, опять этот, ну, обрез короткий. Мне бы ту двухстволочку, вообще было бы шикарно. Так, обрез охотничьего ружья с горизонтальным расположением стволов. Значительно компактнее и легче двухстволки, но эффективен только в ближнем бою. Один из самых распространенных видов оружия у новичков. Для снаряжения используются боеприпасы калибра 12 на 70. Так, аптечка, ну понятно, да, универсальный набор аптечек. Ага, ага, ага. Пекаль, наиболее распространенный в зоне пистолет, наследие советской эпохи, достаточно надежен и дешев. Он отличается невысокой емкостью магазина при недостаточной мощности и недовлетворительной кучности патрона. Основное оружие сталкера-новичка. Для снаряжения используются боеприпасы калибра 9 на 18. И какой-то у нас детектор-отклик. Детектор аномальной активности со встроенным счетчиком Гегера. При приближении к аномалиям издает предупреждающее сигнал. Кроме того, он может регистрировать присутствие артефактов и измерять подстояние для ближайшего из них. В закрытом состоянии регистрируется только излучение и аномалии. Режим поиска артефактов включается к поднятию крышки антенны на лицевой панели прибора. Интересно, надо будет испробовать. Окей, так. Ага. Ну что там, что там, что там, куда нам? Так, отправиться с проводником, короче, форпросту. Так, проводник ты у нас, проводник нет? У нас проводник. Эй, проводник. Вот проводник. Где проводник? Ой, да здесь даже собачки, что ли, есть? А, наверное, все уже собак всяких. Я тебя слушаю. Давай, давай, пошли. Да, готов. Хорошо, я завяжу тебе глаза на время дороги. Сам понимаешь, дорога на базу должна остаться тайной. Да понял, понял. Давай, давай, давай. Давай, я уже хочу в зону выйти. Или куда там? Болото ваше. Так. У меня 30 патронов от автомата. Давайте возьмем, наверное, ружьишко. Да что-то у меня выпадает, что из уха все. Так. Возьмем ружьишко. Вот. Что у нас там? Ага. Дизайн, в принципе, оружие не изменился. Ножик. Так, хочу посмотреть на детектор. Хорошо. Все ок. О-о-о-опа-опа-опа-опа-опачки-опачки-опачки. У этих штукок я знаю, есть всякое добро. Окей. Отлично. Так. Упадем. Будь внимателен. Помни об аномалиях. Вначале бросаешь болт. А сам идешь, только если он впереди чисто. так аномалии хорошо хорошо аномалии и бактер и леха где бог где бог отлично бог возьму наверно эту штуку тихо 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 если подойти достаточно близко прибор направлен импульсом засветит артефакт после этого поднять добычу не составляет труда однако учти твой теперешний детектор очень слаб он может только сообщить расстояние до артефакта чё там такое-то смысле а почему у меня кровотечение чё там погоди так ладно мы взяли с вами артефакт гравитационной природы обладающий свойством поглощить реактивные частицы тем самым уменьшая облученность организма широко распространяться в зоне минус 2 радиации хорошо медуза называется так вот это вот слот у нас а это не смотрят что ладно как применять бросить ладно в дальнейшем я думаю нам объяснят как применять артефакта так куда мне идти к сюда так вышки что ли ну судя по всему да так давайте короче возьмем сразу ружье фонарик выключу до отстреливается он отстреливается держись чувак я иду держись я иду тихо 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 я погоди и у меня патронов на самом донса осталась давай этих же что ли в два ствола отстреляем можете дать вот во ствола звучит как-то двоично так окей а вот он где там надо он бегает раз это вас так чувак укрытие чувак той стой стой потеряли потеряли здесь ахтон как-то потеряли чувака так она спускаться куда-то надо укрытие 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 не успел так зада так задумано так выяснить что произошло окей ладно друзья у меня видос принципе подходит подошел к концу вот давайте выяснять что произошло у лебедева будем следующей серии вот а пока а пока а пока я забыл слова я забыл слова кому понравилось лайки подписывайтесь на канал вконтакте подписывайтесь на инстаграм и имитируем своем подписывайтесь на канал вконтакте подписывайтесь на канал Mittal Dollar подписывайтесь на канал вклубкин и подписывайтесь на канал enter my Burgalnya с д welcome back вот вот